Всем привет, друзья! С вами Димас Блог, и мы в этот раз с ребятами, три семьи, отправляемся на вот этих вот малышках на ранчо. Мы пешком. Ну, да. Как и сюда приехали, в принципе. Смотрите, у нас есть лакшери дом. Вот дом на колесах. Всегда мечтали жить с семьей. Там есть машина? Там все есть. Комфорт плюс. Вот такой вот, получается, минивенчик. Тоже семейный. И самая крутая тачка. Они уже забили. И вот такая вот старая, неудобная буханка. Тебя говори, пожалуйста. Ты нашу девочку не обижай. Нет, она новенькая. Закрылся. Кто на чем поедет, решит жребий. У меня вот такие вот три наших жетончика. Тебе ничего нельзя доверить. Смотрите, у нас фирменный. О май гад. Да я не вижу. Покажи. И мне покажи. Вау, три семьи. Тяжелый. Смотрите, мы вот здесь пометочку сзади сделали. Давайте это будет орел. Кто остается у нас первый, ну, кто первое место занимает и остается, например. Могут сейчас в первом раунде даже вдвоем выйти. Парни, кто на чем поедет, решит жребий. У нас вот такое вот жребий есть. С другой стороны мы пометили вот так вот. Решит бог. Видишь? Пометили. Это у нас будет орел. Мы сейчас кидаем. И этот жребий решит, кто станет первый. Вот у нас есть все карты, три карты. Жребий решит, кто мы, кто будет первый. И нужно будет пять кругов проехать. Кто первый приезжает. Тот, соответственно, на первой машине. Тот на первой машине. Тот второй, тот на второй. Готовы? Давай. Раз, два, три. У меня орел. Я тоже орел. Я третий, что ли? Да. Да я не хочу на этой ехать. Ты третий встаешь? Давай. Реально? Да нет, ты на этой машине едешь. На этой. Я понял, я не хочу третий ехать. Я же проиграю. В смысле, нормально наоборот. Теперь решаем, кто первый, кто второй. О, еще раз перекидываем. Да как? Я не понимаю. Давай знаешь как? Типа, одну кинем. Типа, ты выберешь себе. Давай, давай. Давай. Что ты? Я вот эту хигню. У меня орешка, значит. Давай. Давай. Орел, значит, я первый? Да? Я выбрал эту же. А, ты эту, значит, ты первый. Да. Все, Валя первый. Ура! Ура! Валя первый! Э, Дима! Это она что, подкрученная? Почему подкрученная? Я сейчас девять раз подкинул. У меня выпало вот этой стороной. Ну, ты неудачник, по-моему. Девять раз, клянусь. Если у мужика полоса неудачи, значит, что-то жена не так делает. Кто первый приезжает, тот едет на люксовой тачке. Привет, унивай. Аня, ты что, на какой тачке хочешь? Я? Да, чтобы мы уехали. Я хочу на Porsche 911. Такого нет уже. Ну, тогда что-то нет. Это твои проблемы. Это не мои проблемы. Ладно, мне какую выиграть? Ну, самую классную давай. Реально? Нет УАЗика. Мы творим историю. Ну, без шуток. Это наш первый выпуск в такой команде. Вы все просили сделать сообщество. И мы вот придумали. Недолго думали, правда. Три семьи. У нас было, кстати, семьянутые названия. Как вам? Семьянутые или три семьи? Ну, три семьи легче запоминается и просто легче звучит. Поэтому выбрали это. Аня! Ты хочешь, чтобы я выиграл, да? А что с твоим голосом? Коля! Давай выигрываемся! Нет, не Коля! Мне, на самом деле, вот эти вот семейки, мне напоминают как фильм. Вот просто нам осталось куда-то, куда-то в отпуск отправиться и беги. Хорошо. Вот, волосы дыбом стоят, потому что поехали. Это они уже поехали? Почему Дима стоял уже, что было? Или это поздно? Сука автопил! Валя! А что Дима сделал? Это уже они едут вон? А! Давай! Давай! Надо уже! А Дима что сделал? Коля! 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 Блядь, Валя, тебя мучить надо, так нельзя! Вообще шарфинги брать! Валяй, давай, давай! Выиграли? Ты чё? Я не поняла. Что происходит? Валя, молодец! В смысле, зачем тебе на большом ехать? Я не специально, вот здесь я хотел, знаешь, я типа посмотреть, попантоваться думал. Реально? А я, блин, вообще не ожидал, что он меня здесь завезет. Я смотрю, меня закручивали, я думаю, да ёпара-сете! Кто у нас победил, едет на люксовой тачке. Да, на чёрненькой, мы едем с лагиной. Ты на чёрной, я на буханочке. И самая вся суть, кто побеждает, получает и 100 тысяч рублей. Да вообще, это как? Кто проигрывает? Мы приезжаем на ранчо, там есть лошади. Чё, копаться? И вы будете чистить лошадей, копыта, говно! Сейчас у нас будет первое задание, мы проезжаем до ранчо где-то 200-300 километров. Смотрите, не всё так просто, нам нужно будет доехать по дороге к ранчо. У нас будет три задания. Каждое задание даёт баллы. Кто приезжает первый на ранчо, тот получает ещё дополнительный балл. И он вообще сам по себе первый, потому что там уже на время будет. У меня же самый нормальный навигатор. Мне сейчас передали, доложили. В самой лакшери машине будут самые сложные задания. В этой, соответственно, чуть средней, а в моей более лёгкой. Ты знаешь, мне кажется, здесь прям вот уравняли шансы, потому что... Нет, не нормально. Да, потому что тут, как бы, лёгкие условия, но сложная машина. Ты угораешь? Там два ремня рабочих из всех. Только для детей наших. И одно колесо рабочее, а она машину ведёт. И рули до конца. Короче, ладно, ребятки. У меня нету, да. Ребятки, давайте садимся в тачке и читаем свои задания. Там нога просто не пролазит. Вот это тормоз и это газ. И вот, видишь, как цепляет. Жесть. Как мой дед на ней ездил. Не, ну тут смотри. Тут первое, это автоматические стёклоподъёмники. Вот. Видишь, работает. Кнопочку нажал. Тоже автоматические двери. Короче, она максимально безопасная. Задание читаем. Мы выслалили вам координаты. Кто первый доберётся до этой точки, получит дополнительный балл. То есть одна проблема. 25 минут, чтобы запомнить дорогу по навигатору. Ведь использовать его выне сможете. Чтобы добраться до точки, вы можете зарисовать карту на бумаге, фотографировать или делать скрин нельзя. И вы можете использовать скрин-карты. Ёпари, СЭТэ. Записать, зарисовать ничего нельзя. Добраться до точки сможешь только по памяти и комнате. Время пошло. Всё, давай я завожу тачку тогда. У-у-у-у! Моторчик. Сейчас. Короче, ради безопасности, мы позвали двух водителей. потому что у коли есть права он хорошо будет у иветы свали не особо и мы взяли еще одного водителя и для этой машины тоже был дополнительный водитель потому что тут двое детей и я как бы не готов особо рисковать и будет водитель и у нас у всех еще правило не превышать скорость 12 километров как это я я вообще супер плохо ориентируюсь по минскому шоссе короче вперед вперед-вперед буквально вперед слева будет километров вперед вперед наши координаты это 55 . 61 27 10 нам сейчас надо выехать отсюда на главную дорогу а оттуда просто прямо сейчас на 2 нет боже аккуратно стоп а вы уже знают они же знают куда ехать они за рулем были оба один м1 направо вот правее и вот и вот да 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 на платку давай направо а чё она быстрее не едет вообще а больше сотки нельзя я точно сам правило придумал у нас тут землетрясение надо было ехать на уазике валют я в тебя верю песочек и знаешь как на путь что мы едем сейчас на аванпост даша работа звонит аля так мне нужно ответить по сценарию анечка дай ноутбук вот видите вы говорите блогеры не работают во время съемок сейчас мне быстренько надо все сделать поэтому я в дорогу всегда беру с собой ноутбук ребятки я открыл для себя новый бренд это оси их собирают в россии это такая машина у меня модель focus line тут компактная зарядка юсб тайп си фронтальная камера 1 и 9 мегапиксель широкий угол раскрытия яркий экран 300 нит а еще тут есть два слота оперативной памяти при необходимости можно прокачать ноутбук вплоть до 64 гигабайт озву да и в целом хорошее соотношение цена-качество я всегда его беру с собой он легкий удобный весит 1,7 килограмма дороги вообще идеально с ним он держит восемь часов автономной работы в режиме видео я заряжаю и вообще спокойно весь день работаю на нем смотрите тут еще большой тачпад подсветка и клавиатура от края до края ну и выглядит он стилёво конечно а самое важное что сервисные центры находятся по всей россии есть связь с брендом 24 на 7 любая проблема позвонил написал и сразу помогли все решить подробнее по ссылке в описании короче должно быть как бабочкой под поняла съезд не нам прямо прямо если они тут одна бабочка значит мы еще не доехали а мне интересно на самой крутой тачке навигатор мой пацаны навигатор как наши родители добирались до точки в другом городе без навигатора вот так так вроде и направо там так вот мы выехали стоп я знаю этот район я бы схожу на тренировки в зал я знаю эту дорогу где там же да я не понимаю подожди тоже же до переезд был там был поезд на рисунку я сейчас тут стану специально подожду светофор он загорится красная поеду они останутся остались походу да я не понимаю вкус почему дима в другую сторону поехал я не знаю короче по наитию все поехали я вообще повернул не туда я вообще не знаю куда ехать я говорю я знаю эту дорогу на хорошие у нас начинается обзор нашего лакшери мега крутого дома на колесиках да очень крутого смотрите для начала у нас тут огромное количество места все можно расположить ну типа тут есть даже кружки чай кофе потанцуем может вам приготовить что-нибудь тут у нас плита ну то есть можно включить выключить данный момент мы выключим а я не открыла круче тут у нас есть плита вуаля мы ее можем включить сейчас мы не будем этого делать она нам не нужно мы закрываем ой да вот у нас есть на минуточку детское молоко это наше есть вода на насчет просто выключена раковина есть посмотрите как здесь открываются ручки ты делаешь вот так и потом только открываешь тут есть на любой вкус и цвет вилки ложки это же очень похоже на вилки ложки да ну в общем вилки ложки задания ладно не буду мухлевать смотреть я увидела надпись задания а тут даже есть кастрюли чайники все остальное даже не знала прикиньте тарелки валин да здесь целый вагон ресторан тут у нас все обыденное дальше пошлите смотрите это раскладывается как я понимаю кресло или что короче здесь можно спать помимо этого вот еще одна постель которую можно вниз спустить тоже на ней спать тут у нас идет холодильник но здесь настолько энергетика гардеробная тут всякие полки но самое интересное что в нашем доме спит уже ребенок с отцом посмотрите какие милашки какие хорошенькие сверху у нас опять же полки кровать бомба смотрите душевая комната мы сюда идем проходим у нас есть свой туалет блин это получается ты делаешь дело и она смывается на пол чисто на дорогу как некрасиво делать мы ничего не будем по крайней мере на камеру чтобы понимали такой домик на колесах стоит в районе 9 миллионов звучит много но если задуматься допустим ты хочешь быть путешествовать по каким-нибудь городам допустим россии той же самой ты путешествуешь и не платишь нигде за квартиру за гостиницу ни за что ты просто здесь живешь моешься ходишь туалет готовишь но это очень круто это реально круто я считаю что тут цена как бы ну имеет место где быть заслуженно 10 из 10 за . острой воровской кровавой драки да как забыть когда от холода дрожал я до сих пор не знаю куда ехать слышите и мы явно не по той дороге по которой я смотрел едем но это понимаете с поворота блин не будет поэтому мы все равно должны выездить вы ехать куда-то вот сюда вот где будет лукойл вот этот вот от лукойла чуть дальше уже наша . компас говорит буква в W вообще кайф этот спид на вибрации чисто едет айда тачка вообще люкс реально люксовая машина так это не поворот а надо деньги приготовить чтобы платный же проезд и все мы уже забудили здесь конкретно вообще по всем я не приеду я очень плохо ориентируюсь без навигатора я нападете по навигатору я посмотрел навигатор мне показывал вот так и направо правом показывал потому что мы заезжали с того края мы вы мы должны были выехать ту сторону откуда вернулись просто ими щас горе что было налево нарисовано мне это кажется тебе кажется ли ты помнишь уверенно я начинаю сомневаться на всех словах когда на меня начинают давить компас говорит буква W W это право право да хоть где-то хоть в чем-то походу щас направо нахер сейчас притормози а вон они дом мы едем туда мой мужик я держу ребенка я держу ребенка забирай давай они сказали они не заехали заехали мы давно тут уже флаг то чего поставьте обратно он сказал забирайте флаг мы уже минут 10 тут какие 10 да реально уже тут давно мы сразу приехали флаг оторвать я оторвал я знал что у нас получает по факту и вето один балл час коль коля мариночка сейчас у нас будет задание на скорость ребят следующее задание 2 за которым вы можете получить дополнительный балл ваша задача развести огонь костер для этого у вас есть одноразовый мангал лету первым что нужно сделать это собрать одноразовый мангал и в нем уже посвести огонь у вас у всех разные возможности у самого лакшери машины самые плохие возможности у средней трение и у самой плохой машины самые лучшие возможности. Вы можете использовать все, что у вас лежит и вашу фантазию. Давай, и мангал. Мангал собираем быстро. Давай, мангальчик. А надо прям развести костер, чтобы, ну, с углями. Сначала мангал. Просто огонь, чтобы появился. Я мангал еще не собрала. Ты что делаешь? Я не умею. Ах ты какашка, а. Ты посмотри, он у нас украл. Что? Ну, Софья, больно. Манечка, давай быстрее. Ты дурак совсем. Да не переживай, складывай быстрее. Ты что, дебил, блядь? Быстрее. А если мы разожгли? Стой, пожалуйста, огоньки. Все? Собирает. А, все, мы выиграли? Подожди, ты понимаешь, чтобы вот их надо было загружать. Находка и смекалка, девочки из деревни. Да. Не, она по-нашему, дай, стой. Да ты не трогай. Мы выиграли, все? Да. Было же суть в том, что первый, чтобы зажег. Вот, все, они сделали. Я понял, когда ты сказала, что мы можем включить смекалку и использовать все. Я понял, что можно брать у других. Но когда выкидывать. Мы тоже это поняли. Можно использовать все, она же сказала. В этом задании победил Николай и Марина. Плюс один балл. Сейчас у нас будет третье задание. Мы отправляемся на нашу финальную точку. И, я так понял, нам скинут наша команда в чатик наше задание. Вот. Поэтому давайте в машины и получаем задание. В общем, очень удобно, что сзади раскладывается полностью кресло и становится как кровать. Я уже посмотрела. Вот. Места много, уютно, светлый салон. Варь, тебе комфортно? Варя, тебе комфортно? Нет. Почему? Потому что они все вывали. Варь, мы тоже победили. Мы с папой победили в этом конкурсе. Самое главное не суетиться и не смотреть за результатом других. Потому что вот сейчас, когда начали костера сжигать, я на них начал смотреть, и, значит, вот паника, паника. Когда я перестал на них смотреть, все, я уже занят своим делом, Марина своим, и мы бах, и выиграли. И я такой, о, классно. То есть, главное реально, вот соперничество из башки убрать, вот как ты говорила. И все, и будет все здорово, мне кажется. Ну вот, единственное, что мы не приехали. Блин. Вот тут я злой. Боитесь проиграть? Глобально именно выбирать? Нет. Ну, это будет прикольно же. Весело, да? Типа контент. На самом деле, да, не так страшно убрать какашки, как, типа, ну, просто быть пресным. Как когда какашка убирает тебя. Поэтому... Что? Не так страшно убрать какашки, как когда какашка убирает тебя. Ну, есть такое. Да, нет, это не страшно. Ну, уберемся, если проиграем. Тебе не смешно было? Я улыбнулась. Я просто думал тебя юмором. Тебя поддержала. Да. Вот, поэтому... Прикольно. Главное, что ребенок не будет в этом копошиться. А мы это все сделаем. Почему? Мы втроем будем? Да нет. Варя, будешь какашки убирать? Нет. Найти своего подписчика. Кто первым найдет своего подписчика, тот получает дополнительный балл. А кто... А как его найти, решает только ваша фантазия. Время пошло. Останавливать людей, что ли, на улице? Так, так, так. Сейчас, 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 сейчас. Так, тут поблизи есть школа, я не знаю. Я выложила в свой телеграм-канал свою геопозицию. И если кому-то надо будет вызвать такси, я вызову. Так, я и жду. Так, ребят, все нормально. Это я, пишу не какой-то левый чувак. В общем, дело в том, что мне срочно нужен мой подписчик. Человек, который подписан на мою любую соцсеть. Это суть задания. И если вы находитесь где-то ближе от моей геопозиции, которую я отметила, вы мне просто скажите, я приеду лично. На светофорах, понял? Мы будем, когда красные светофоры, там будем тормозить и искать подписчиков. Надо что сделать? Просто найти подписчика и все? Чтобы он не узнал, чтобы подписан на любую соцсеть. Короче, ребят, сейчас запишу кружок в телеграм. Скажу, что я в Можайске. Короче, ребятки, спасайте. Я в Можайске. Мне нужно, чтобы просто я к вам подошел. Я буду на Московской улице 22, там Додо Пицца. Мы сейчас туда подъезжаем через минут 5, я не знаю, 5-6. Здесь, кто успеет долететь до туда, красавчики. Мы просто, просто покажите, сразу готовьте телефон, покажите, что вы наш подписчик с Аней. Просто любого канала. И все. Хорошо? Я вас жду. Давай с ней подведите. Мой подписчик может находиться вообще совершенно вот в любом месте. В той машине. Машине, которая есть сзади. Вот в тех домах. Вообще без разницы. Вот дальнобойщик. Потому что у меня аудитория, она такая прям обширная. Там... Ну, в принципе, тут нет мест, куда можно сейчас заехать прям. То есть, вот что-то, какие-то охранные объекты. Молодец, пожалуйста. А вы знаете меня в лицо? Блин, ладно. Какой работа, ты не молодые люди, ты дядя с усами. Так, во, люди пошли. Люди, магазин есть. Коля, влетай в магазин. Стой, хоть остановись сначала. Стой, стой, лично. Ты меня знаешь? Да. У тебя телефон с тобой? Нет. А ты подписан на меня где-нибудь? Блин, у тебя телефон с тобой нет? А где-нибудь, ты знаешь? Может быть, друзья, которые на меня подписаны. Блин. Ладно. Вот девочкам, пацан. Стой. Да. Тормози. А вы случайно меня не знаете? Нет? Все. Поехали, поехали, быстрее. Пацаны, вы случайно меня не знаете? Да. Не знаете? Меня. Точно? Точно нет? Нет? Ну ладно. Я в шоке. Бро! Ты меня знаешь? Нет? Блядь. Здрасьте. А вы случайно меня не знаете? Зачем тебе знать? Нигде не видели? Нет. А, ладно. Блин. Да пофиг, хоть где-нибудь спросим. Здравствуйте. Здесь есть кто-нибудь? Все, извините, ничего. Это точно не наша аудитория. Это бабушка. А где здесь? Вон, куда доходи. Магнит там? Нас случайно вы нигде не видели? Нет? Хорошо. Все, спасибо. Извините, можно вас? Здравствуйте. Вы меня знаете? В лицо. Блин. А больше никого нету здесь? Блин, ладно. А вы меня не знаете? Меня не знаете в лицо? Нет. Блин. Я подписчика своего ищу просто. А вы меня не знаете в лицо? Точно? Может где-то видели в тиктоке? Блин, ладно. Я просто своего подписчика еще. Здание такое. Девушка. Здравствуйте. А вы меня знаете? Да. Честно? А вы подписаны на меня где-нибудь? Да блин. Ладно. Все хорошо. Ты меня знаешь? Ты меня знаешь? Мое лицо знаешь? А ты подписан на меня где-нибудь? Блин, не подписан. Блин, вот они его знают, но не подписаны. Че это такое? Не знаешь меня? Не видел точно? Ни в Ютубе, ни в ТикТоке, нигде? Вы знаете меня? Подписывай на меня где-нибудь. Где? Быстрее, 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 быстрее. Покажите просто это. Нажмите. И теперь туда, да. Время зафиксировали. Короче, она подписана на меня, потому что у нее я в историях смотрю, девушки. Ну, что сняли? Да, просто, но у нее не работает интернет. Да, блин, ну все. Ну, подписываю, точно. Да, потому что... О, 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 где? Все, внимание. Все, фиксируем время. Спасибо большое. Можно фотографии сделать, если хотите. На самом деле, на самом деле, мы могли выглядеть тогда еще, когда мы подошли туда, потому что ты там, девушка, да, сказал, что знает. Ты подписана была? Это еще пять минут, минус. Просто когда не надо, они со всех щелей вот так подходят. О, фото, можно фото, фото. А когда надо, нет, нет, нет. Мальчик, привет. А ты нас, случайно, нигде не видел? Да, вы нас нигде не видели? Вы уже нашли кого-то? А, ну да, по-любому. Что-то ладку хотите, нет? Будьте? Нет? Да не, просто, что торопиться, как бы, что, ну, 500 тысяч больше. А там, ладно, Яндекс.Лавка. Давайте туда можно, причем. Удачи, удачи, удачи. Чтобы вы понимали, мы везде заходим и ищем по магазинам наших подписчиков, то есть надо найти хотя бы одного подписчика. И, как назло, никто не подписан. Я в Можайске никогда не была. Мне очень некомфортно. Я обычно так никогда не делаю. Блин, меня убивают, они все пишут. Я прям рядом, я прям рядом. Я пишу скинь адрес. И там 40 минут, час, 50 минут. Это не рядом, ребята. Ура! Пожалуйста, скажи, что ты хоть где-то на нас подписана. Нашлись девочки, которые нас смотрят. Господи, ты меня услышал. Господи, дай, я тебя обниму. Спасибо, спасибо. Да, конечно, нужно. Я вас люблю. Теперь нам надо, получается, бежать. Да. Все. А кто еще с вами бегает? Женат на Марине. На строе. В общем, спасибо вам огромное. Фак. Вон какая-то девочка снимает. Ты меня знаешь? Да? Знаешь? Не знаешь? Девчонки. Вы встречали на них подписаны на меня? Ну, да. Подписаны? Скажите, да, пожалуйста. Срочно надо. А где? Ну, любое, похер вообще. Любая соцсеть. Улыбочку. Ну, что такое? Как ты написал в лайк? Я не в лайк, у меня нету. Инстаграм. Ютуб. Что угодно. Проверь просто Ютуб. Пожалуйста. Есть? Да. Как при каком-то умничеет нам. Не умничеет, а яркость. Да, о-о-о. Откройте. Короче, подписано. Давай фоткаемся, фоткаемся. Вот так, молодец. Давай, пожалуйста, девочки. Я готов к вам все. Давай, быстрей, пожалуйста. Если я ставлю у себя деньги, это будет победа, реально. Не, мы по-любому выиграли, сто процентов. Знаешь почему? Смотри, вот, ну давай сейчас вот даже проверим. Вот мы остановились, а я сейчас давай Димас Блок, да? И вот мы такие едем дальше. Едем, едем. Объективно, рядом нет никаких мест, где может находиться его подписчик. Ну где? Вот в этой машине фиолетовой разваленной? Либо только им по сумасшедшему повезло, и они на дороге остановились, и вы увидели человека просто, вот и все. По-любому выиграл. У меня есть подписчики, щекотины, вот так вот. Тебе нравится с нами? Жили у бабули два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Никто, да, они со мной не бойся? И я говорю, поприкалываемся над всеми, да? Вот так буду стоять пять минут, пока не будут ехать. Ну хотя бы один балл у меня есть. И то, слава богу. Если я выиграю, это будет просто. Потому что я трачу на это все. Все, что происходит на машины, на съемку, на команду. И еще нужно отдавать какие-то призы. Я надеюсь, эти деньги останутся у меня. Я буду безумно рад. Потому что я еще столько роликов смогу вам снять, столько всего сделать. Я надеюсь, вы это оцениваете. Поэтому обязательно поставьте лайк. Вы еще не знаете, кто победил. Но у меня есть один балл. Может, пойдем прям там, где не встанем, вот так вот. Ай! Давай! Греть говно! Не ходи там, брат! Блин, но по факту, Колян, знаете, что круто сделал? Он в самом начале остановился, и у него больше шансов по времени выиграть. А я не знал, что по времени. А я что-то тупанул. Мы поехали до самого города. А он в самом начале остановился и искал. Но если он так долго не приезжает, то, возможно, он не нашел. Обкидаю их, блядь, говном. Как в Мадагаскаре. А можно я на коня сяду и их встречу на коне? Реально? А можно сюда привезти? Как еще раз зовут? Нектар. Мы сейчас... Мы сейчас обкидаем их говном. Это очень смешно. Да, если бы это было начало. Едут? Уйдите, уйдите, уходите. Лохи! Ой-ой-ой. Привет, господа. Как ваши делишки? Смотри, думает, выиграл. Он думает, выиграл. Это говно? Снег, это снег. Это говно? Говно, говно! Че ты, лох, выиграл? Не знаю. Я только первый, пока приехал. Сейчас время скажут. Но у меня есть балл! Так, ребят. Денежки мои, останьте. Мы знаем, что за первое задание балл. Кто у нас получил? Дима, да? Это Иван, правильно. А, Валя. У них один балл на данный момент. За второе задание Коля и Марина получили балл. Один. Дима и Аня за третье задание получили один балл. У всех по одному баллу. Это просто мой... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Потяни, потяни. Давай, 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 интрига. Ну, блин, у меня же шепотит. Нет интриги просто холодно. Вот она интрига. Двадцать две минуты. Это время... Валяна. Ивета и Валяна. Да ну нафиг! Девять минут. Это время... Аня и Дима. Дима и Аня. Ах, пиздец. Но еще неизвестно. А еще неизвестно. Да уже... Нет, ну это... Девять, она может быть. Обычно говорят последним победителем. Коля с Мариной. Ваше время. Страшно. Валя с Мариной. Ваше время. Восемь минут. Ах, пиздец. Я с Валяна. Я с Валяна. Все, а ты верил, чтобы мы не выиграли. Восемь. Мы выиграли. Как? Ты просто чуть-чуть не набежал. Ребятки, еще есть наказание. И смотри, есть вот такой вот жетон. У нас каждый раз, когда мы снимаем наши ролики, вот такой вот жетончик. Эта фишка достается вашей семье, и она будет вам давать бонусы, подсказки в следующих роликах. Прикольно. Это такой некий иммунитет. А, типа, потому что мы выиграли сейчас? Да. Нифига. Я вас поздравляю. Пока что-то не выиграли. А кто проиграл-то? А теперь финал. Получается... Я еще, возможно, не убираю говно? Да. У нас баллы распределились таким образом. Два балла, один-один. Получается, мы на камень носится бумага сейчас? Получается, вы вместе, по-семейному, по-доброму, идете, по-дружески. Пойдем с детьми посидиматься. Так, может, они их очистят, как муж с женой. Вам очень понравился прошлый ролик, где мы были все вместе. Мы решили объединиться, что-то сделать такое крутое, общее. И, недолго думая, назвали нас три семьи. Мы сейчас идем чистить говно, лошадей и так далее. А вы поставьте большущий пальчик вверх. Что еще? А еще напишите в комментариях, какого рода видеоролик вы бы хотели увидеть следующее. Нет, кто, по вашему мнению, победил? Потому что я думаю, я не должен был говно чистить. Ну, я была уверена, что вы выиграли, честно говоря. И подписывайтесь на канал, чтобы ваша красная кнопочка стала серой. А мы погнали чистить говнища. Субтитры сделал DimaTorzok